Всем привет, друзья! С вами Неломок, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Two Point Hospital. Это уже у нас третья серия по этой игре, и я вижу, что вы довольно хорошо. Ну, конечно же, не по 200 лайков, но все равно набираем, мы в среднем где-то 100 лайков на этом ролике, на этой игре, и мне хотелось бы сегодня продолжить ее снимать. Значит, что мы хотим сейчас сделать? Мы уже прошли два госпиталя и перешли, собственно, к третьему. Начать? Узнайте больше о профессиональном росте и обучении сотрудников. Поехали! Флоттеринг. Узнайте больше о профессиональном росте и обучении сотрудников. Называется госпиталь Флоттеринг, то есть эта больница уже будет у нас связана с тем... Ой, Миша! Миша, ты что делаешь? Ты что шалишь? Вот и донатик подъехал. По Э.С больше не могу, не разрешают. Ну, все. И так тебе большое спасибо, ты вчера вообще все рекорды возможные побил. Но ты, получается, сегодня у нас в этом месяце первый донатер, и ты, соответственно, автоматом попадаешь в топчики. Что? Работа с сотрудниками. С сотрудниками. Если хотите выжать из сотрудников максимум, обучайте и повышайте их. Повысить можно того, кто уже набрался опыта и прошел курс обучения. С повышением в должности развиваются навыки. Развитие навыков, в свою очередь, позволяет получить квалификацию. Кроме того, сотрудник может потребовать увеличение зарплаты. Еще один маленький нюанс. Я там сделал некоторые манипуляции на сайте разработчиков, и у меня, по идее, сегодня появится золотой унитаз. Посмотрим, получится это сделать или нет. В первую очередь, нам нужно получить лицензию на обучение. Филиал Министерства здравоохранения в округе Ту-Пойнт выдаст нам лицензию, если мы докажем, что заботимся о своих сотрудниках в флоттеринге. Угу. Значит, нам нужно повысить уровень больницы, нанять не менее 7 сотрудников, требуемое настроение сотрудников в 55. Текущее настроение сотрудников в 0%. Полностью, я так понимаю, у нас пустое помещение. Можно будет покупать дополнительную территорию, вижу по бокам. Красивая у нас территория, довольно-таки обширная. Давайте начнем с самого-самого-самого-самого простого. Значит, предметы. Регистратура. Конечно же, мы начнем с нее. Нам нужно поставить такой столик, и чтобы мы понимали, как это у нас дело все будет выглядеть, мы повернем это вот так, вот так, поближе. Вот. Допустим, к нам приходят клиенты наши первые, их с радужной улыбкой встречаешь же сразу же. Человечек, наем, санитары, администраторы. Вот. Работа с клиентами. Так. Врачи, младшие работники, администраторы. Так. У этого что? Эмоциональный интеллект. А этого развивает навыки обслуживания посетителей и покупателей. Навык обслуживания 50. Вот. У нее тут даже ячейка еще одна крыта. А у этого нету ячеек. Берем, короче, этого за 6 тысяч. Нанимаем. Пробуем сюда поставить. Так. Поворачиваем. Смотрим. Он с радостью бор... Он такой, как я бородатый. Я по воскресеньям бреюсь. А он, видимо, тоже. Вот. Первый посетитель у нас появился. И что же теперь? Наверное, давайте сразу поставим врач общей практики. Да, общая практика. С этого мы, пожалуй, и начнем. Вот тут кабинешку такую сейчас поставим. Можно даже до конца тянуть, в принципе. Вот так. Это будет у нас кабинет общей практики. Вот. Тут у нас, значит, мы так повернем, наверное, это дело. Вот. Тут я сижу. А тут, допустим, тут мои будут всякие вот эти вот, всякие вот эти. Развернем. Документы. Документы. Я так сказал, да, те всякие вот эти. Тут будут документы наши. Так. Значит, что тут еще можно поставить? Дверь. Окошко. Раз. Два. Окно и рабочий стол. Шкаф. Мусорное ведро. Допустим, огнетушитель. Цветочек где-нибудь вот здесь. И картину красивую, симпатичную. Что еще? Шкафчики. Все остальное у нас тут закрыто пока что. Ну, ничего. Теперь нанимаем. Прервать? Нет, нет, нет. Не приврать. Окей. Так. Теперь нам нужен врач. Нанимаем сотрудника. Врачи. Младшие работники. Санитары. Нам здесь нужен врач с такой... Ой, где-то они... Это что такое? Курс выносливости. Он сюда подойдет или нет? Это для палаты. Младшие работники. Но, наверное, нужен сюда врач. Кидаем. Подойдет он сюда? О, все, он ушел туда. Садится. Тут могут все, видимо, работать. И, конечно же, мы сразу же в предметы зайдем и поставим им тут скамеечку. Раз. Все. Клиенты могут себе спокойно отдыхать. Вот. Решение по диагностике. Мадлен Шмотсон. Эта пациентка продиагностирована всеми нашими специалистами. Но мы уверены в диагностике всего на 77%. Мы можем попросить пациентку подождать, пока не появятся новые кабинеты диагностики. Пойти на риск и назначить лечение, либо выписать пациентку. Каково ваше решение? Сегодня униме будет. Не пропустите. Только наш тримм не лопопа без смс-регистрации. Раз. Сного ограничения. Короче, вы поняли. Можно скачать без калькулятора и торрентов. Создадим пембургскую больницу. О, как в бампирах. Назначить лечение. Попросить пациента подождать. Нам нужна диагностика какая-то, да? Так, вот они тут сидятся. Так, чайничек какой-то, кабинеты. Особая диагностика нам нужна. Общая диагностика. Давайте еще поставим тогда общей диагностики кабинетик. Тынц, тынц. Лучше бы палату мне поставить, в принципе. Ну ладно, тынц. Допустим, еще такая диагностика у нас будет. Так, койка. Так. Так, ну стандартно. Двери есть, окна есть. Тунц, тунц. Какое-то письмо пришло. Шкаф для документов. Так. Усорное ведро стандартнее. Стандартнее, стандартнее. Цветочки для такого ощущения комфорта. И где-то здесь было картины. Напичкал картин. Вот она, наша общая диагностика. И нам, конечно же, нужен будет тут сразу же врач в общую диагностику. Оп. Все, есть два раба... Ох, кто-то нарыгал. Кто тут нарыгал? Требуется аптека. Врачи открыли новое заболевание. Словесный понос. Попросить подождать пациента. Разворачиваем. И смотрим, где мы тут можем поставить кабинет. Аптека, по-моему, занимала совсем мало места. Хватало вот такого маленького помещения для аптеки. С головой. Так. Окошко. Раз, два. Шкафчик для бумаг, допустим. Тут можно уместить еще. И мусорное ведро. Огнетушитель, если что-то загорится. Еще и цветочек. И плакат, чтобы настроение повышать наших любимых пациентов. Так, все, завершаем. Аптека. Нам нужна такой врач с пигулками. Кабинеты наем. Младшие медработники. Что-то с пигулками никого не вижу. Никто не появляется. Берем тогда младшего такого работника. И бросаем сюда. Надеемся на то, что он сюда захочет работать. Он какой-то шустрый. Ух. Так, хорошо. Работает. Предметы. Скамеечка. 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 Раз. Два. Есть такое дело. Тут, короче, у нас получается какая-то такая мертвая зона. Вряд ли мы тут что-то построим. Туалеты. Вряд ли тут поместится. Аптека пошла. Работа. Я предлагаю здесь сделать место для отдыха. И возможность купить себе какие-нибудь напитки. Еду. И тому подобное. Миша, текай с лисом. Нам всем пила. Текаем. Что вы там пишете? Мистер Фиджи, ты где пропадал? Алло. Мистер Фиджи, я не понял. Будем сейчас ссориться. Так, у нас есть тут возможность еще покупать, допустим, газетки себе. Вот. Какие-то. Огнетушитель. Тут вряд ли что-то будет портиться. Нам нужен какой-то... О, письмо новое. Кто это такое? Повышение сотрудника. 20 тысяч хочет всем из-за повышения. Для обучения. Ну, давайте повысим. Ладно. Кабинеты, наем, санитары. Вот, чтобы он призрака угонять мог. И чтобы он мог чинить. Берем вот такую женщину. Так, что мы тут... Я тут остановился. Она очень чем-то важна. Цветы, плакаты. Ага, автомат с элитными закусками. Так, так, так. И что тут? Настроение подняли. Уже отличное. Не менее семи сотрудникам. Уровень больницы до четырех повысить. Так, мы остановились на аптеке. Идем дальше. Кабинеты. Аптека есть? Общая диагностика? Есть. Вот она, правильно? Так, палата. Палата по-любому нам нужна будет. И не маленькая. Тут мы можем, в принципе, ей уделить вот такое местечко. Нашей палате, дорогой. А может мы сделаем еще побольше? Подождите-ка. Еще пошире расшире. Вот так. Плюс, 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 плюс. Я уже немножко это в этом разобрался. Вот, коридор будет. Но может быть, может быть, это уже чересчур. Тут у нас всегда будут всякие лавочки, цветы, автоматы и тому подобное. А вход, допустим, вот дверь в палату. Можно даже здесь ее оформить. Вот. Тут, значит, у нас окошки, чтобы была палата светлая. Тынц, 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 тынц. Окошки есть. Койка. Так, койка, койка, койка. Пациент, чтобы видел, кто входит в палату. Правильно? Разворачиваемся. Опа. Так. Разворот на 180 градусов. Так. Так. О, сколько мы тут можем сразу же принять больных? Целую кучу. Так, а я не переборщил с этим всем делом? Тут, допустим, сидит наш врач. Ширма с этой стороны. Тут они переодеваются. Шкафчик для пациента. Опа. Опа. Тут уже мы не поставим нигде больше шкафчиков. Ну, зато здесь. Раз, два, три. Будут делиться, в общем, шкафчиками. А что? А что? Можно и поделиться. Можно и поделиться, если что. Чтоб сильно не расслаблялись. Ну, ладно, еще здесь шкафчик, чтобы одежду могли свою скидывать грязную, конючую. Так, мусорное ведро. На выходе. Одно. Пускай немножко двигаются, это движение, это жизнь. Поэтому пускай они немножко бегают. Они сидят там на месте. Пролежь не отлеживают. Нечего. Картины зато вам понапикиваю. Понапикиваю картин. О. Картины. Любуйтесь на здоровье. Окей. Тут что-то, где-то есть что-то конфликт. Так, вот это. Как ее лучше поставить? Тогда одну кроватку убираю. Опять конфликт. Эту кроватку убираем. Убираем. О, так подходит. Ну, тогда хотя бы вот так. Подождите-ка, может что-то мы можем еще придумать здесь? Так. Дизайнер не ломоп. Дизайнер не ломоп. Я хочу туда какую-то еще койку уместить. Нет? Не, не получится. Ну, ладно. Пускай будет вот такой проход тогда. Пускай будет. Опа. Боже, какая красивая и яркая получилась у нас. Получилась у нас лечебница. Мы здесь, короче, будем принимать наших пациентов. Опа. Аптечный кризис. Несколько клиентов аптеки, обратившиеся за помощью в клинику, Холи Стикс, вышли оттуда расслабленными и благоухающими. Они готовы продолжить лечение в нашей клинике и хорошо заплатить за него. Принять пациентов. Задача. Вылечить не менее четырех пациентов с диагнозом кишечная тонкость. Кабинет для лечения аптека в одной больнице. Срок исполнения 90 дней. Награды 10 тысяч долларов. Берем. Так, а мы успеем это великий комбинатор починить, а улучшить механика? Не-не-не, это пока улучшать мы не можем. Аптека у нас, надеюсь, справится. А здесь нужно наем младшего персонала. Вот, младший персонал. Сразу же и аптекаря сюда. Опа. Наем младший персонал. Этот по качественнее работничек. Два таких работника сюда забросим. И заодно поставим сейчас сюда лавочки. Чтобы могли люди, допустим, в очереди себе тут подождать. Такие вот делишки. Так, а я могу как-то в первую журнал информации как-то посмотреть очередь? Как-то можно было в прошлой части очередь двигать в очереди. Именно тех, кого мне... А, они так все первую очередь. О, с кастрюлей на голове пришел. Боже мой. А теперь новое заболевание кишечное тонкость. Врачи открыли новое заболевание кишечная тонкость. Сужение толстой кишки вызывает непроходящую трусость. Не проходит через кишку у них ничего. Не ломал фолловер, ты тоже пришел. Я тебя 200 лет уже не видел на стриме. Тебе не стыдно, что ты игнорируешь стриме? Штриме, тебе не стыдно? Не стыдно, не ломал фолловер? Ох. Так, направляем пациента на лечение в кабинет аптека. Так, что-что? Прием, тихо-тихо-тихо. Наем. Администраторы. Администратора. Берем. Почему тут администратора нету на месте? Ни одного. О, все. Так, что тут мы справились? Что у нас? Вылечено. 4 выполняется. 90 дней. Лечит, лечит, лечит. Аптека в порядке. В порядке. Все работает. Кабинеты. Кардиология. О, палату я сделал. А кардиологию я еще не соорудил. Надо присмотреться, куда я могу ее поставить. Ой, кардиология. Ну, наверное, с этого угла начнем. Допустим, вот так. Тут будет... Ой, а туалет? Не, стоп, стоп. Отмена. Так. А хватит ли у нас, допустим, дверь? Места у нас хватит, чтобы вот так поступить? Надо еще расширяться. Минус. Не, не, окошки, допустим. Бумц, бумц, бумц. Значит, пульс, пульс какая-то штуковина. Что пульс измерять, видимо. Чтобы они тут бегали у меня, короче. И показывали, какая у них кардиограмма на сердце. Поняли? Задумка, задумка какая. Он бежит, 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 бежит. Вот. Плокатики. Так. 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 Ну все, кажись. Шкафчики все нужные у меня есть. Можно ставить окей. Чикс. Так, лицензия на обучение. Хорошие новости. Филиал министерства здравоохранения в округе. Ту-пойнт выдал нам лицензию на обучение. Теперь мы можем обучать больничный персонал. Постройте учебный класс, чтобы проводить учебные курсы. Сотрудники со свободной ячейкой для обучения могут прослушать курс и получить новую квалификацию. Так, это у нас кардиология. Ой, бойтесь, клоуну уже рядом. Сегодня на линейке думали, думали, дождя не будет. И под ливнем два часа стояли. А спортзал покрашен туда нельзя. Боже мой, как мне вас жалко, мистер Фиджи. Чему ты детей учишь? Кому? Кого? Где? Мы хорошие примеры детишкам подаем. Хм, подписчикам не дам опа. Так, что? Бойтесь, клоуны уже рядом. В последнее время в флотеринг садили клоуны. Цирк уехал, а они остались. Теперь они повсюду. И уже всех достали своими ужимками. Чтобы утихомирить клоунов, понадобится кое-какое новое оборудование. У фонда Шар есть запатентованный метод, позволяющий исправить мышление клоуна и привить ему навык жизни в обществе. Фонд представит нам без необходимое оборудование, если мы докажем свою компетенцию, воспитав умы собственных сотрудников. Напоминает опыты на кроликах. Но кто мы, чтобы отказываться? Так, клоуны какие-то. Клоуны у нас какие-то появились. А где они? Я пока не вижу. Тут с аптекой у нас траблы. Так, это пока закрываем. Чик-чик-чик-чик-чик. Не-не, крутит, крутит, крутит. Все, аптека работает в процессе. А, вот он, клоун. Мне нужно создать как можно быстрее новый кабинет. А здесь кто у нас должен был работать? Кардиология, наем, врачи. Ну, давайте такого возьмем. Я не уверен, что он в кардиологии сможет работать. Так, мне необходимы новые навыки. Кабинет, письмо, комната отдыха, туалеты, клиника помрачения, лаборатория, декастри... Учебный класс. Вот это оно. Учебный класс. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Допустим, вот такой учебный себе классик тут у нас будет. Ну, где-то вот так, например. Тунц. Смотрим, в чем это тут будет. Тут, допустим, кто-то будет выступать. Я так понимаю. Тут наши ученики будут сидеть. Да? Я так себе это представляю. Тунц. 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 Три ученика. Четыре ученика. Пять учеников. Пять учеников сразу одновременно сможем обучать. Окошки. Бамц, 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 бамц. Окошки есть. Шкаф для бумаг. Это для преподавателя, например. Мусорная корзина, чтобы тут нам не свинячили. Значит, получается, что дальше? Огнетушитель. Растение, чтобы у нас пахло хорошо. Потом плакаты с картинами. Вот такими вот с лампочками. Тоже напичкаем для общей красоты. Все. Галочка. Создать. Продать неподходящие. Продать. Какие продать? Нет, нет, ничего продать не хочу. Что, что неподходящие? Кафедра. Я же все поставил. Почему продать? Ну, давайте окей. Обучение. Чтобы начать курс обучения, щелкните по кафедре и переместите в учебный класс сотрудника, соответствующего требованиям. Кроме того, сотрудники сами сообщают о готовности пройти обучение. В окне обучения выберите квалификацию инструктора и сотрудников, которые будут проходить обучение. Затем нажмите на кнопку начать. Вы можете привлекать в качестве инструктора собственных сотрудников, уже имеющих определенную квалификацию. Либо заплатить за курс приглашенному инструктору. Так, я так понимаю, мне нужно какого-то реально сейчас будет приглашать. Опа, письмо, подожди-ка. Дональд Шанди. Дональд Шанди хочет кое о чем спросить. Что скажете? Мне всегда хотелось своими глазами увидеть крупную сумму денег. Я не собираюсь в них купаться или делать другие глупости. Я не из психов, просто хочу посмотреть на них. Задача. Заработать 100 тысяч долларов. Срок исполнения 90 дней. Награды. Берем. Врачи открыли новое заболевание. Утиные губки. Склонность складывать губы уточкой при виде камеры, чтобы походить на поп-звезду. Причина болезни – скопление ботокса в коре мозга. Оказав моральное давление, специалист может выжать излишнюю жидкость и закатать губы пациента. Придав им правильную форму, пациент нуждается в лечении. Чтобы вылечить пациента, требуется кабинет психиатрия. Стоимость сооружения попросить подождать. Психиатрия у нас пока не отсутствует. Так, а как тут статистика? Начать курс. Предметы. Предметы в кабинете. Предметы в кабинете. А, не то, не то, не то, не то. Отмена. Отмена. Это я понял. Редактировать, закрыть, продать, начать курс обучения, допустим. Ой, мне нужно было какого-то кардиолога. А как мне это дело? Психиатрия. А у меня психиатрия обучаемая. 1-2. Которые у меня могут быть специалисты, да? Мотивация. Мастер-класс по обучению. Общая практика. Терапия. Терапия второго уровня. Давайте психиатрию. Учебные классы. Доступные инструкторы. О, ну вот это может психиатрия обучить, да? Так. Доступные обучаемые. Вот этот. И все, один? Начать обучение. Хотя бы так. Все. Ой, там кто-то нарыгал. Так. Наем, наем, наем. Санитары. Администраторы. Ой, они спят у меня. Дрыхнут. Быстро, быстро. Кабинет для отдыха нужно создать. Кабинет для отдыха. Кабинет для отдыха. Кабинет, палата, психиатрия, комната отдыха. Вот она. Вот здесь сейчас мы создадим, ребята. Пожалуйста, не вдохните на работе. То есть, вернее, они там спят у меня прямо на рабочем месте. Вы видели такое? Два дивана вам. Пожалуйста. Два дивана. Кресло. Кто-то любит отдельно посидеть. Я знаю. Я знаю. Автомат. Вот, допустим, напитки вам отдельно себе можете тут. Бесплатно. Для сотрудников бесплатно я продаю. Для сотрудников бесплатно. Конечно же. Это же мои любимые врачи. У вас должно быть... Ой, чё, 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 чё. Голос приятный, правда, такой грубый? Так. Все. Комната отдыха. Знаете ли вы, что в окне чего-чего? Просьба от сотрудника. Заработать сто. Так. Ой, упал. Чё, чё это он упал? Вставай, мужик. Мусора. Много мусора. Так. Много мусора. Много мусора. Кабинеты. Наем. 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 Врачи. Младшие администраторы. Санитары. Пять дней. Вот. Этот может гонять привидений. Юморист. Андрайт. Расстройством зрения. Берем. Надеюсь, что ты будешь заниматься уборкой хоть немножко. О! Веник достал. Гляньте-ка. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Подметает такой мужичок. Хорошо. Тут не хватает... А, тут очередь. Очередь. В общей практике у нас очередь. Это не очень хорошо. Исправление от уклонений. Новые предметы. Так. Так. Отдыха комната есть. Я немножко-немножко растерялся. Пройден курс. Психиатрия. Хорошо. Мне нужно, мне нужно, нужно... Кардиология я сделал. Есть. Палату сделал. Психиатрию. Я, кажется, ее не создал. Психиатрию. Давайте ее сделаем. Чтобы я психов мог угомонить чутка. Вот, допустим, вот здесь кабинет будет подходящий для психов. Так. Стульчики. Тут, короче, у нас пациент будет сидеть, я так подозреваю. Допустим, вот так. Чтобы он себя чувствовал комфортнее. Чтобы он видел, что кто-то ему за спину... А, тут я сижу, а тут пациент. О. Так. Окошки. Окошки. Конечно же, чтобы пациент не боялся, что там кто-то к нему подкрадывается. Тут мои документы будут значиться. Мусорное ведро. Огнетушитель. Если что, потушим пациента. Цветов напичкаем. И картины. Для общей приятной обстановки. Так, все. И, конечно же, поставим сразу же здесь предметы. Предметы. Скамеечка. Тунц. А что это я? Не могу попасть. Раз. Два. Все. Есть, значит, у нас тут и все. И кардиология. И... Тут у нас 11 человек в очереди. О, клоуны, клоуны. Пошли клоуны. Нам нужно, короче, у тебя-то учесть врач общей практики. Общей практики, кабинет, значит, нам нужен еще один. Общей практики, кабинет. Желательно соорудить как можно быстрее еще один. Допустим, вот здесь. Так. Вход. Вот здесь. Вот, допустим, тут садится он. Мы вот тут в своих документиках. Будем документы свои хранить. Даже две можно поставить. Так, ничего страшного. Огнетушитель, дамы и господа. Растения. Растения, конечно же. И картины. Как без картин? Картины. Это наше все. Так. Окей? Окей. Тут было, короче, еще в классе возможность начать курс обучения. Какой я хотел курс? Терапия. Терапия второго левела. Попробуем? Кто у нас может быть инструктором? Обучаемый, доступный. Вот это, допустим. Значит, обучение. Пускай обучаются. Так. То есть добавление френдс в игре Роблок. У тебя есть, друзья, добавить? Давай, мы дик. Это уже. Так, ребята, там про Роблокс что-то общаются. Так, что это такое? Просьба от сотрудника. О, тут у нас все под контролем. У нас тут уже, надо, наверное, нанять еще одного наема. Одного врача, который бы у нас занимался бы сразу чем? Общей практикой. Нанимаем. Пускай он тут себе бегает где-нибудь. Пригодится. Запасной. Один отдыхает, например. Тут некоторые обучаются. Вот тут, допустим, цветочки себе нюхает. Такое чувство происходит. Смотрите на него. Колбасит его мужика. Так. Насчет лавочек. Так, да, вы мне не сказали. Я сам вспомнил. Так, есть лавочки. И теперь надо подумать, наверное, о туалете и о новом корпусе. Деньгами у нас как? С 20... Ой, много писем пришло. Отлично. Мы вылечили достаточно пациентов. Мы получили вознаграждение. А репутация больницы улучшилась. Задача. Вылечить не менее 4% с диагнозом кишечная тонкость. Готово. Новое заболевание. Монобровь. Так. Врачи открыли новое заболевание. Монобровь. Неукротимый рост волос, вызванный частыми прогулками на бровях. Прогулками на бровях монобровь необходимо отделить и поместить в закрытый контейнер, чтобы не дать ей уползти. Они ее сбривают и выбрасывают в мусор. Мы направим пациента на лечение в кабинет палата. Хорошо. Врачи открыли новое заболевание. Отклонение в развитии. Это как у меня. Расстройство личности, вызывающее неудержимое благ... Эээ... Чего? Благурство. Благурство. Во избежание рецидива, в избежавшем клоуном полностью удаляет чувство юмора. Как это можно его удалить? Пациент нуждается в лечении. Чтобы вылечить пациента, требуется кабинет исследования отклонений. Стоимость сооружения 20 тысяч долларов. Подожди, пациент, подожди. Массовик за... Сотейник. Сотейник. Требуется лаборатория декастрюли... А, у меня этого нету. Декастрютивизма. Неразрывная связь с кухонной посудой, возникающая из-за существенного недостатка кулинарных навыков, приставшую кастрюлю или сковородку, удаляют мощным магнитом. Пациент нуждается в лечении. Чтобы вылечить пациента, требуется кабинет лаборатория декастрюлитивизма. О, стоимость сооружения 20 тысяч долларов. Тоже подождите. Так, общее общественное мнение. Сали Фигбланкет только что вышла в эфир со своим последним репортажем. Она лишь упомянула о том, что наша больница существует и перешла к другим темам. Ну что ж, уже неплохо. Люди хотя бы о нас знают. Нужно что-то делать, если мы хотим, чтобы нашу больницу в разговорах хоть немного хвалили. Так, мы можем что-то промодернизировать там писали. О, да. Комбинатор. Нажимаем. Видите, тут очередь пропала. Здесь, насчет помещений новых. Ну, в принципе, тут еще одно помещение можно создать. И я предлагаю все же здесь сделать туалет. Все-таки тут очень большое у нас помещение получилось. Я предлагаю... Ну, у меня тут были где-то золотой туалет. Помните, я в самом... Золотой стульчак. 40К стоит. О, я... Я думал, что он будет у меня как будто... Так, вы если не хотите разблокировать, например, золотой стульчак за 40К? Доступно. Серебра. 360. Еще серебра. Я думал, это доллары. Золото как будто. Чтобы разметить в больнице один такой примет, нужно будет заплатить 2000 долларов. Ничего себе. Ну, давайте золотой поставим для наших VIP-клиентов. Для VIP-клиентов туалет золотой. Так. Такой 500 стоит. Если кто-то не любит фафоса, ему будет обычный туалет, а тут золотые туалеты. Аж музыка. Ой, раковина появилась. Сушилка для рук. Такого не было ранее. Откуда оно все взялось? Вот тут две раковины можно поставить. О, раковины. Мусорка по любасу. Так. Гляньте, как прикольно. Туалет мы делаем. Золотые унитазы. Золотые унитазы. Золотые унитазы. Я жду, не дождусь, когда ко мне придет... Сушилка для рук. Когда ко мне придет клиент, чтобы... О, женщина убирает унитаз. Так. Мусорку поставил. Цветочки. Чтобы пахло хорошо, допустим, здесь. Так. Это ему раковина. То поставил. Сушилка для рук поставил. Здесь сушат ручки свои. Картины. Вот картины. Я, конечно же, не поустанавливал. Давай, надо за кем-то проследить, чтобы увидеть, как он пойдет, короче, в золотом туалете делами заниматься. Так. Кабинеты, предметы, скамейки. Так. Так. Я и покажу. Клоун. Клоун. О, о, о. Побежал. О, держится за жопу. Золотой унитаз. Золотой унитаз. В действии, дамы и господа. Золотой стульчак. О, пукают, пукают. Ложатика пернешь. О, опять. Как вам золотые унитазы? Отличная работа, правда? Золотой унитаз это нечто. Так. О, еще. Золотые унитазы в больнице. Да это же просто... Такой больницы ни одной в жизни никто ни разу не встречал. Так. Тут не хватает врача с пилюльками. Кабинеты. Допустим, наем. Врачи с пилюльками. О. Допустим, вот эту девушку приятную наймем. Пускай она тут будет. Хорошо. Нам нужно, наверное, почитать сообщение. Дональд Шанди. Шанди. Медбрат. К сожалению, мы не смогли сделать того, о чем просит Дональд Шанди. Задача 100 тысяч долларов. Срок не уложились. О, награды нет. Требуется лаборатория геккастрюлизма. Попросить подождать. Повышение сотрудников. О, опять повышение. Да сколько же можно? Ладно, повышаем. Кто-то там сильно злится. Мне нужно попытаться купить новый участок. Купить. 40 тысяч стоит этот. Эй. Почему? 40. Это сколько? 50 тысяч. Почему? 50 тысяч. Это сколько? 30. О, берем хотя бы этот. Это дешевле будет. 30 хотя бы тысяч. Вот я и купил еще немножко. Давай, давай. Очищайся. Участок. А, мы его купили и теперь его переделываем? Надо еще ждать теперь время. 13 дней осталось. Ого. А это можно сразу купить? Сколько? 40 тысяч? Ну, я же сразу уйду в бедус. Я не могу так долго ждать. Эй, дамы и господа, что происходит? Жесть. Шок-контент. Но мне нужно дождаться, пока это дело. 9 дней. 9 дней осталось. У меня просто нужно как можно быстрее, чтобы у меня появилась дорожка к этому месту. И мы здесь начали строить еще другие кабинеты. Палата есть. Комната для отдыха есть. Туалеты есть. Линейка помрачений. Лаборатория деканструирования. Учебный класс есть. Вот. Исправление. От клоу... От клоунений. От клоунений. Но этим мы делом будем заниматься с вами в следующей серии, потому что я планирую делать одну серию этой игры по полчасика. Вот. Чтобы не больше. Я понимаю, что может некоторые и такие серии по полчаса напрягают. Но это будет наш такой предел. Полчасика. Окей? Договорились? Следующая серия. Мы эту миссию завершим. Сейчас уже нам не удастся это все дело сделать. Уже сделаем тут еще три кабинета. Но это уже будет потом. Все. На этом я завершаю ролик. Спасибо за просмотр. С вами был Неломоп. Всем пока-пока.